всех приветствую на своем канале в сегодняшнем видео я вам хочу показать как делать очень простую выполнение и очень красивую бабочку из тонкой ленточки предыдущих видео уроках я вам показывала как делать бабочку из ленточки в ширину два с половиной сантиметра сейчас я взяла ленточку 60 сантиметров в толщину она у меня 0 5 сантиметров и 2 тон в тон сантиметр и так из 0 5 сантиметров вы вырезаете два отрезочка по 10 с половиной сантиметров 2 по 8 с половиной и 2 по 7 с половиной а из сантиметровой две ленточки отрезаете в отрезочек по 9 сантиметров каждая и так также вам понадобится ножнички иголочка с где-то и уже предварительно ниточкой закрепленной узелком розового цвета и либо зажигалка со свечкой либо спички со свечкой в общем свечка вам нужна в любом случае потому что зажигалкой каждый раз как бы вам будет не очень удобно так сказать поджигать а со свечкой более так сказать вы сейчас увидите в чем разница и конечно же нам понадобится небольшая серединка я взяла такую вот стразочку пришивную она довольно таки и дешевенькая в принципе ее найти можно в любом магазинчике где продаются ленточки в общем разные бусинки пуговички и так далее в общем поджигаем нашу свечечку после того как вырезали так сказать наши отрезочки сейчас мы будем обжигать наши лепесточки я вам сейчас покажу каким образом и так я начну с толстеньких вы в принципе как хотите то есть они делаются все одинаково берем нашу ленточку наш отрезочек сгибаем пополам и пережимаем так сказать ровно по середине пальчиком теперь берем выгибаем вот таким вот образом ложим сторону на сторону то есть у нас получается очень красивый лепесточек мы можем таким способом сделать либо не перегибая по серединке просто сделать таким вот кружочком как хотите это в принципе ваша фантазия и поджигаем вот так вот по серединочке вот наш лепесточек готов я сделаю вторую точно так же то есть немножечко подожму и в то же время сделаю ее более округленной вот так вот как первую вы хотите можете заостренное ставить хотите можете в общем смотрите на свое усмотрение вот такие у нас получились два так сказать лепесточка из ленточки сантиметр а остальные лепесточки мы делаем точно так же то есть сгибаем по серединке я начну с маленьких вот совсем сгибаем по серединке и вот так вот выворачиваем очень красивенько ложим вот так и кончики спаиваем как бы вместе соединяем это один лепесточек далее маленький второй лепесточек вот так вот кончики подпаливаем теперь вы понимаете почему нам будет удобно более свечечка потому что не нужно каждый раз зажигалку поджигать и держать одной рукой затем быстренько ловить чтобы спаять так сказать кончики и так делаем каждый лепесточек то есть вот так вот красивенько не спеша все шесть наших маленьких отрезочков тоненьких и два больших то есть вот таким вот образом немножечко при раскрывайте не слишком их сужайте но и так сказать чтобы они у вас были не слишком раскрыты и округлены принципе таким же вариантом можно не соединять по серединке вот так вот пальчиком они получатся у вас более округленные то есть сейчас я делаю и заостренными а если вы не будете соединять вот у вас получается такой вот округленный вид можете округленные делать как вам больше нравится мне нравится больше заостренные и так в общем пока мы с вами поговорили и вот сделали так сказать наше дело общее вот так вот теперь берем свечечку тушим она у нас стоит остывает и мы теперь сделаем следующим образом в деле ниточку в иголочку теперь делаем вот так вот самый большой лепесточек берем сверху на него ложим маленький который у нас так сказать средненький и самый-самый маленький лепесточек берем самый маленький из тоненьких и вот так вот сшиваем буквально пару стежочков делаем вот так вот стянули их как бы вместе точно также делаем со вторым лепесточком так вот просто как бы соединили то есть вот широкий на него средненький и на него маленький вот так вот делаем все то же самое со вторым разом то есть вот так вот самый большой поменьше который средненький и нему же самый маленький вот так вот и точно так же берем пару стежков делаем вот так вот буквально парочку чтобы у нас они соединились можете сразу вот так вот первому пришивать ну то есть вот так вот стянули и уже второй третий раз сделать пришив вместе немножечко под наискосик так вот сделайте то есть чтобы они у вас были не совсем ровные как вот дельтаплан а вот так вот то есть как бы вид приобрели верхних крылышек бабочки вот так вот красивенько можете по-другому подшить как вам будет так сказать удобненько и теперь берем очень плавненько переходим к нижним нашим крылышком нижние крылышки как вы видите у нас очень простые очень легкие то есть если сверху у нас три яруса то здесь у нас всего лишь по одной ленточке мы их постепенно пришиваем то есть крест накрест вот так вот как бы большие с маленькими нижние у нас поменьше и пришиваются они гораздо быстрее и легче и пришиваем в итоге четвертый наш лепесточек вот так вот тоже подошли к нему и вот пришиваем его смотрите чтобы у вас на одинаковом расстоянии все пришито было и открыты были лепесточки одинаково то есть чтобы не было что один узкий второй широкий вот так вот начинаем второй пришивать нижний лепесточек после того как мы более или менее решили между собой можно пришивать уже нашу серединку серединка у вас может быть кругленькой может быть удлиненной как у меня может быть еще более тонкой то есть вот эти кончики вы можете еще подправить так вот немножечко поджать чтобы они красивый вид имели они у вас как бы если вы обратите внимание они у вас идут не просто друг над дружком а вот так вот немножечко серединку спускается вот так теперь мы берем нашу серединку и пришиваем вот вот так вот пришиваем серединку сверху у меня дырочка и снизу поэтому я сначала пришью вверх а затем вниз вот так вот решили верхушку переходим нижней части я вот так вот плавненько снизу с внутренней стороны перевожу иголочку и приступаю к пришиванию нижней части у меня немножечко так сказать моя серединка длиннее чем ленточки поэтому у меня получилось что немножечко так сказать выглядывает серединка но так как это у меня так сказать на резиночку бабочка то мне в принципе я буду все равно ее фетром прикрывать и подшивать поэтому если вы тоже на резиночку тогда вам точно также ничего так сказать не грозит и так пришили снизу и теперь видеваем вот так вот вверх сквозь все наше прошивание я предлагаю сделать двойные толстенькие усики поэтому делаем вот такой вот узелочек не слишком высоко от так сказать самой серединке вот я подвинула не слишком высоко я обрезаю после узелка вот так вот и еще раз делаю узелок вожу в серединке вот здесь вот иголочку точно так же высовываю по серединке сверху и делаю еще раз узелочек на таком же расстоянии уровне как и первый так вот можете просто продеть один раз и обрезать на так сказать на уровне у вас получится тоненькие ну то есть в одну ниточку я люблю больше в 2 вот они такие более красивенькие так сказать с узелочками получается в двойную ниточку их лучше видно и вот так вот у вас получилась бабочка из тоненьких ленточек то есть вот продели сделали узелочки бабочка наша готова теперь осталось мне лишь здесь вот фетрик такой вот немножечко нашить и спрятать мои вот эти внутренние погрешности если у вас бабочка как аппликация то есть которая вы будете украшать допустим детскую кофточку либо шапочку либо как брошечку использовать то вам проще то есть вам серединка это в принципе как получилось так и получилось я буду крепить резиночки наша бабочка готова я надеюсь что вам понравился мой сегодняшний видео урок ставьте лайки подписывайтесь на мой канал пока пока